Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона», и сегодня шестая глава. Как обычно, я читаю какой-то отрывок из главы и затем ее объясняю. «Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, ибо меньше заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаемы. Господь всех не убоится лица, и у него страшится величие, ибо он сотворил и малого и великого, и одинаково промышляет о всех, но начальствующим предстоит строго испытания. «Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали, ибо свято хранящие святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Итак, вы желаете слов моих, и полюбите, и научитесь». Автор обращается к начальствующим, к царям и судьям. Мы привыкли, что судья – это тот, кто в суде, но в Священном Писании судья – это вообще любой начальник. Есть в Ветхом Завете книга «Судей». И вот «Судьи» – это вожди народа, обладатели множества, то есть те, кто управляет множеством народа, и гордящиеся, то есть те, кто возвеличивается. Здесь автор обращается именно к людям, которые обладают огромной властью, потому что они могут гордиться, потому что у них много власти. Откуда они получили эту власть? Эта власть дана им от Господа, сил от Всевышнего, власть, держава, государство. Если обратиться к Священному Писанию, то известно, что Бог – это не Бог евреев, как некоторые представляют. Это Бог всего мира. Вся земля принадлежит Господу. Он дарует эту землю, дарует власть над этой землей тому, кому пожелает, кого выбирает. Любая власть находится под властью Бога, и об этом должны помнить все правители. Далее автор говорит о том, что Бог видит все дела людей, и не только дела, но и даже мысли. Далее автор говорит о том, что правители мира не судили справедливо, и не соблюдали законов, и не поступали по воле Божией. И вот здесь есть определенная сложность. Когда мы слышим слово «закон», то как мы представляем? Есть закон Христов, который изложен в Новом Завете, есть ветхозаветный закон, который изложен в Ветхом Завете. Но к кому обращается автор? Понятно, что он обращается к правителям языческого мира, которые, естественно, не знали ни закон Христов, потому что он еще не пришел. Они не знали и ветхий закон, потому что он был дарован только евреям, и почему? Потому что завет был заключен только с еврейским народом. как же бог который является справедливостью может судить языческие народы языческих царей и требовать о них справедливости и соблюдение закона так вот чтобы понять о чем говорит автор нужно вспомнить те события которые произошли сразу после потопа но и выходит из ковчега приносит жертвы и во время принесения тех жертв ему является господь который говорит о том что он заключает завет то есть договор между ним и всеми потомками но это есть всеми людьми что требуется от людей список заповедей не очень большой но одна из этих заповедей это заповедь о справедливости там говорится о том что если кто-то прольет кровь человеческую то кровь того человека будет пролетать то есть вот эта вот справедливость с должна быть справедливость об этом знают все люди даже когда мы не объясняем человеку что такое справедливость этому ребенку он все равно чувствует что вот вот это честно вот это нечестно вот это правильно вот это неправильно то есть представление о правильном неправильном о хорошем и плохом о справедливом с точки зрения нашего богословия записано у людей на сердцах и если человек следует этому закону то он поступает справедливо если нарушает то он является виновным и когда будет суд божий то бог будет судить в соответствии вот с этими поступками то есть в соответствии с тем делали человек ли не делал ориентируясь на тот закон который написан на сердцах людей и все справедливо до язык язычники там не знали о том что можно есть или нельзя есть о том что нужно там кисточки на одежде делать как сказано в книге чисел или еще какие-то вещи не знали но вот это они знали точно и поэтому бог будет их судить 5 стих говорит о том что будет страшно и он явится и будет строй строгий суд здесь можно конечно растолковать эти слова как пророчество или намек на пришествие пришествие христа но можно понять и более просто каждый человек после своей смерти предстанет перед господом и он будет судиться этот суд будет справедливый но и страшный почему потому что те кто нарушал волю божию его закон те получат наказание и это будет страшное наказание вечь вечные мучения почему сколько кора священное писание говорит что человеческая жизнь это 70 лет если же 80 лет вот этот промежуток между 70 80 годами это труды и болезни для обычного человека ну там дожить до 80 лет это вообще-то очень хорошо да и до 70 тоже хорошо но что такое 70 80 лет в размерах тысячелетий или там нескольких тысячелетий это конечно очень быстро это мгновение строгий суд начальствующими более как более мелкие то есть те люди которые занимают более маленькое положение будут будут помилованы будет что-то допрощено а сильные будут сильные стезуем и кому много дано с того много и спросится в начальствующие получают власть получает богатство получают там огромные возможности и вот куда они направят эти возможности и вот если не туда то они будут сильные и стезуем и можно еще одно там одни слова привести из священного писания нового завета тот раб который не знал и не делал волю господина своего будет наказан но наказание не сильно а тот кто знал и не делал будет наказать сильнее и как бы автор говорит вот я вам открываю знание о том как надо себя вести вы имеете теперь это знание и поэтому будете сильно наказаны мы дальше в том же седьмом стихе говорится о том что господь является господом всех еще раз священное писание достаточно четко говорит о том что несмотря на то что у каждого народа есть свои придуманные боги но есть бог над всеми народами он господь всех он не смотрит на лица не боится важных лиц потому что господь выше сильнее любого самого сильного царя его не пугает величие которое может испугать обычного человека ну это же царь правитель как страшно но для господа это ничто ибо он является творцом любого человека одинаково думает о всех то есть заботиться о каждом из людей но все-таки начальствующие будут строго испытаны проверены насколько они верно исполняли волю божию или точнее так закон который написан на их сердцах далее автор говорит что мои слова я обращаю к вам чтобы вы научились премудрости что за премудрость имеет ввиду автор здесь не умение управлять государством не умение вести какие-то переговоры с соседними царями здесь премудрость это следование воли божией научитесь премудрости научитесь следовать воле божией и вы не будете падать падать в данном случае грешить но если это обращено к царям то можно понять вы не потеряете свою власть то есть ваше царство не падет десятый стих ибо свято храняющие святое светятся что такое святое которое нужно свято хранить и от этого человек получает освещение ну святое это понятно это слово божие это исполнение его воли просто конечно хранение это не просто так узнал записал на какие-то файлы своего мозга ну и и и и все конечно нет здесь свято храняющие это а скрупулезно исполняющие то что бог призывает делать они осветятся освещение в священном писании можно понять по-разному с одной стороны слово святое это отделение то есть святое это тот отделен от этого мира кто-то не поступает по обычаям этого мира того кого бог выделил и поэтому можно понять освещение как еще большее отделение от мира а можно понять и это не будет противоречить первому получение божьей благодати человек получит божью благодать он осветится и отделиться от этого мира научившись этому найдут оправдание то есть будут оправданы будут названы праведными потому что получит прощение своих грехов призыв автора вы желаете то есть сильно пожелаете услышать мои слова полюбить их то есть соединитесь с ними и научитесь моим словам так чему же собирается учить автор книги читаем дальше премудрость светла и неувидающая легко созерцается любящими и и обретается ищущими и она даже упреждает желающих познать ее с раннего утра ищущие не утомиться ибо найдет и сидящую дверей своих помышляет они помышлять они есть уже совершенство разума и бодрствующие ради нее скоро освободятся от забот ибо она сама обходит ищет достойных и и благосклонно является им на пути и при всякой мысли встречается с ними здесь автор говорит о том какова премудрость и как ее найти премудрость светлая неувидающая значит свет или так лучше так сказать свет это противоположность тьмы значит в данном случае светла она ясна она хороша потому что свет хорош для для человека она ясна то есть как горит свет и мы в свете все видим так те кто находится в премудрости получает что-то хорошее и премудрость освещает их путь она неувидающая то есть она не стареет и не умирает если человек соединиться с премудростью то он тоже будет во свете это уже будет бессмертие легко созерцается любящими и и то есть если человек стремится получить премудрость он ее найдет о чем дальше достаточно внятно говорится то есть не надо представлять что что если человек хочет обрести премудрость ему нужно ехать куда-то в горы уходить куда-то далеко искать ее там всю жизнь и уже в конце своей жизни там ее где-то где-то в каких-то пещерах тибета или пещерах гималаев ее найти нет она находится и более того автор говорит о том что премудрость сама выходит навстречу желающим познать и давайте немножко прервемся вспомним что такое премудрость премудрость это исполнение воли божией но вот чтобы исполнять волю божию нужно иметь эту премудрость то есть ее получить получить дар премудрости который поможет человеку жить в соответствии с волей божией и вот вопрос который очень очень сложен как приходит к нам вот дух премудрости как нам приходит благодать божия мы понимаем что чтобы получить благодать божию надо к ней стремиться но с другой стороны как только у нас появляется это желание сразу же идет божий ответ бог посылает нам эту премудрость и здесь то же самое о чем здесь и говорится человек пожелал и премудрость к нему явилась благодать божия пришла к нему такое очень дальше идет очень интересная метафора значит человек просыпается и как бы с утра он начинает искать божию премудрость понятно что здесь данном случае метафора ее можно конечно попытаться расшифровать что раннее утро это ранее молодость ну можно просто понять такое красивое сравнение раннее утро человек встает открывает дверь и вот она прямо на пороге уже стоит премудрость человеку нужно захотеть нужно чтобы найти божию премудрость уже а то уже то что человек думает о премудрости уже есть совершенство разума то есть это свидетельствует о том что человек не глуп что он обладает разумом когда мы слышим слово мудрость премудрость мудрость то естественно мы думаем о каком-то разумном поведении мудрец это тот человек который ведется разумно действительно это так а что является разумным с точки зрения ну как бы обычного человека жить хорошо жить хорошо а что значит жить хорошо с точки зрения священного писания это жить правильно а жить правильно это так как хочет бог и то есть если человек задумывается о правильной жизни о том как правильно жить на на этой земле то это свидетельствует о его разуме уже свидетельствую разуме хорошо идемте дальше бодруствующий ради нее скоро освободиться от забот какие заботы забота который появляется из-за греховной жизни понятно что если человек живет соответствии с волей божией это не означает что у него там вообще же жизнь такая беззаботная становится там идеальное здоровье или не знаю деньги или успех в жизни нет конечно такие заботы будут но вот не будет греховных забот вот от этих забот он освободиться 16 стих такой радостность их ибо она то есть премудрость обходит ищет достойных и и благословно является им на путях и при всякой мысли встречается с ними пути на которых встречается премудрость это пути нашей жизни премудрость сама ищет тех кто готов ее принять вот если мы поймем премудрость как благодать божию то так она и есть бог посылает свою благодать всем если человек открывает свое свое сердце открывает свою жизнь для божьей благодати то он встречается с богом но но вот шаг навстречу кто делает первый шаг навстречу первый шаг делает навстречу бог он посылает свою благодать даже если человек еще не пошел к богу не ищет бога вот эта благодать уже уже есть она уже действует мире человеку нужно только откликнуться не и человек задумывается о боге и бог может открыться ему хорошо читаем дальше 17 стиха начала и есть искреннейшее желание учения и забот обучение любовь любой же хранение законов и и асс а наблюдение законов залог бессмертия а бессмертие приближает к богу поэтому желание премудрости возводит к царству и так властитель народов если вы услаждаетесь престолами скипетрами то почтите премудрость чтобы вам царствовать вовеки и так как человек обрести премудрость что является началом этого пути это желание узнать о ней дальше вот когда человек заботится о том чтобы узнавать премудрость в этом проявляется его любовь любовь кому любовь премудрости ну а то что поддерживает любовь это хранение законов премудрости то есть законов божих если же человек хранить законы исполняет их ли как здесь наблюдает на над зак наблюдает закон наблюдает законы то есть следить за своей жизни чтобы не нарушать законов божьих то человек получает бессмертие вот немножечко так странно может показаться бессмертие но мы же ведь все бессмертным мы рождаемся и мы уже бессмертны человеческая душа неуничтожима да это так но с точки зрения священного писания само по себе бессмертия ничто если в этом бессмертии нет бога вот если бог есть в жизни человека тогда человек живой он живет а если нет бога то он существует некоторые богословы говорят так в аду бога нет это конечно странно потому что бог есть везде нет такого места где бы ни было богу в любом месте одинаково присутствует но когда говорится о том что в аду нет бога имеется виду что люди которые находятся в гиене те которые отступили от бога они не чувствуют бога и вот это и делает их мучение страшными огонь черви тьма это все только метафоры главное что там нет бога но если человек соблюдает законы божии он получает залог бессмертия то есть обещание бессмертия мы пока здесь на земле и окончательного бессмертия же окончательной жизни с богом мы еще не получили но у нас только вот обещание залог может быть вы давали предоплату здесь можно тоже такой сравнить сравнить с предоплатой человек уверовал он уже что-то получил но не до конца когда он получил вот этот залог бессмертия он может приблизиться к богу грешник не может приблизиться к богу это такое очень древнее сравнение что человек грешный он человек нечистый они чистый ритуально нечистый не может приближе приблизиться к богу и участвовать в ритуале вот когда человек уверовал он получает очищение своих грехов и поэтому он может приблизиться к богу это очень такая ветхозаветная форма или ветхозаветное представление о том как надо служить богу что только чистые могут служить богу в ранних книгах ветхого завета чистые это ритуально чистые здесь же это люди которые обрели премудрость то есть живут в соответствии с волей божией поэтому желание премудрости возводит царство здесь вот этот возведение к царству можно понять двояко с одной стороны это земное царство то есть если человек будет исполнять закон жить в соответствии с призывом премудрости то он будет царствовать и скорее всего это имеется в виду потому что дальше говорится о том чтобы властители должны почтить премудрость но можно понять и вот еще как в священном писании в нового завета говорится о том что те кто войдут в царство царство божие на небесах которые они получат венцы а венцы одевали ну в том числе и цари поэтому когда говорится о том что желание премудрости то есть желание жить в соответствии с законом божиим возводит царство имеется ввиду что тот кто исполняет волю божию получает вечную жизнь хорошо прочитаем окончание главы что же есть премудрость и как она произошла я возвещу и не открою от вас тайн но исследуя начала рождения открою познание и не минуя истины и не пойду вместе с истоевающими от зависти ибо таковой не будет причастником премудрости множество мудрых спасение миру и царь разумное благосостояние народу и так учитесь отцов моих и получите пользу на этом заканчивается глава понятно что древнем тексте не было разбивки на главы и стихи но здесь можно тогда же представить как автор обращаясь к своим читателям то что книга все-таки написано не сказано обращать своим читателям мотивирует и дальше читать он говорит такими загадками вот 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 как 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 вопросы 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 я на них отвечу если вам эти вопросы интересны читайте дальше что есть премудрость как она произошла автор обещает открыть открыть тайны и картинка там который мы обычно представляем то есть мудрость да это действительно какая-то тайна которая скрыта которую нужно получить открыть и вот здесь автор и говорит об этой тайне и о том как как ее узнать но кому откроется эта истина тем кто не завидует в данном случае вот эти вот завистники это не не просто завистники это грешники вот если человек живет во грехе он не сможет понять премудрость для автора этой книги да прочим и всего священного писания мудрость и все-таки действия это не просто какая-то какое-то знание это именно действие то есть мудрый человек это действующий человек а если человек грешник да он может услышать о премудрости да он может ее выучить но она не будет действовать ее жизни и поэтому они не станут причастниками премудрости то есть они не соединятся с ней ну и дальше автор говорит о том о той пользе которую приму приносит премудрость если царстве на земле много мудрых то это спасение мира то есть царство будет стоять если над этим мудрецами стоит разумный царь разумный это не самый умный это тот кто живет в соответствии с премудростью то через его разум наступает благосостояние народа ну и последний призыв автора учитесь от слов моих и получаете в пользу такой очень мотивационный лозунг но на этом заканчивается 6 глава мы с вами были на портале экзегет и с вами был я дмитрий георгий табыкин спасибо за внимание